Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Заместителем губернатора Ненинского автономного округа по делам коренных малочисленных народов Севера назначен Юрий Хатанзейский. Накануне глава региона встретился с активом Ассоциации Ненинского народа СВИ. Сразу в двух школах округа в городе Наринмаре и поселке Красное открыли точки роста современные образовательные кластеры для учащихся. Лучший многофункциональный центр находится в Наринмаре. Торжественная церемония награждения лауреата Всероссийского конкурса Минэкономразвития. Лучший многофункциональный центр России состоялось в Москве. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 11 человек. 8 пациентов выздоровели. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 895 человек, как близко контактировавших с заболевшими. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции лечения получают 159 человек. Из них 113 пациентов лечатся амбулаторно, 46 находятся в стационаре. Из них 7 в крайне тяжелом состоянии в инфекционном отделении Ненинской окружной больницы. 5 в ковидной реанимации. Больные обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами и кислородной терапией. У нас есть определенные резервы. Если вдруг количество больных в стационаре увеличится, мы вполне обеспечим их необходимым количеством кислорода. Уровень заболеваемости COVID-19 в Ненинском округе, по словам специалистов, стабилизировался. Поэтому на оперативном штабе, заседание которого прошло накануне, обсудили возможность снять ряд ограничений, введенных ранее в связи с неблагоприятной эпид-обстановкой в округе. В частности, речь шла о возобновлении работы детских игровых центров. Дети же все равно оказываются у нас в коллективах. Они ходят в детские сады, они ходят в школы. Значит, в школу и детский сад дети могут ходить в коллектив, а в детскую игровую не могут. Ну, довольно странно. Поэтому, уважаемые коллеги, считаю, что решение мы принимаем правильное. Также в ходе заседания штаба было принято решение о снятии ограничений для кафе, ресторанов и баров. Напомню, в соответствии с ранее принятым решением, их работа была разрешена только до полуночи. Открываем детские игровые и снимаем ограничения по времени работы кафе и ресторанов. А это значит, что заведения общественного питания смогут работать в прежнем режиме, в том числе за полночь. Решения штаба вступят в силу с момента опубликования новой редакции о постановлении губернатора. Напомним, в округе по-прежнему сохраняется масочный режим. В общественной приемной партии «Единая Россия» прошли обсуждения проекта «Арктическая реновация». В обсуждении приняли участие представители собрания депутатов Ненецкого автономного округа, городского и искательского поселкового советов. По поручению главы государства Владимира Путина, в регионы России будет выделено 45 миллиардов рублей на борьбу с ветким и аварийным жильем. Проблемную тему для нашего округа и пути реализации нового проекта за круглым столом обсудили парламентарии. Мы предлагаем, чтобы для арктических регионов эти деньги выделялись с коэффициентом 1,5. То есть изначально больше того, что могло бы быть. Есть еще ряд предложений, над них надо будет поработать уже вместе с юристами и другими экспертами. Процесс забущен, эскиз есть. Я думаю, до конца сентября мы эту идею оформим уже в документе и она выйдет. Идея арктической реновации заключается в создании новых жилых комплексов взамен старых ветких домов. Главная миссия проекта – это переселение жителей Арктики в новые комфортные для жизни условия. Но чтобы предпринимать дальнейшие шаги, чтобы это развитие, которое у нас сейчас идет, шло лучше и более плавно, нам нужно инвестировать в людей, в их жилье, в комфорт их проживания, с тем, чтобы они могли больше времени уделять банальной работе. Чем меньше мы думаем о быте, тем больше мы можем думать, творить, созидать и помогать своей стране. Арктическая реновация – это основа будущего развития региона и России в целом. Проект может стать визитной карточкой страны с самой большой арктической территорией в мире. Новые возможности для сельских учеников. В Красновской школе торжественно открыли Центр цифрового, технического и естественно-научного развития «Точка роста», созданного в рамках национального проекта образования. Александра Литкова расскажет подробнее. Трехэтажное здание школы в поселке Красное теперь не только дает учащимся базовые знания, но и стало центром притяжения для детей даже после уроков. Все благодаря открытию здесь «Точки роста» – современного образовательного центра, который расположился в трех кабинетах учебного заведения. Центр у нас так и называется – естественно-научной и технологической направленности. Это общее такое название. На самом деле чуть расширяется, потому что предполагает изучение не только естественных наук, но и математику, физику, информатику, в том числе и общество знания. Все, вся работа «Точки роста» будет включена не только во внеурочную деятельность, но и в учебный процесс обязательно, потому что темы рабочих программ педагога сопряжены с направлениями, которые обозначены в нашей «Точке роста». Ученица 11-го класса Саша Ирбаева увлекается экологией и биологией несколько лет. Девушка уверена – такие центры в селах необходимы, ведь школьники уже в средних классах смогут определиться с будущей профессией. Когда, например, я была в шестом классе, такого не было, и сейчас, соответственно, мне труднее выбрать, чего я хочу дальше от жизни или в будущей профессии в общем. Поэтому, да, тут в «Точке роста» достаточно много современного оборудования и по различным направлениям, так что у них есть возможность попробовать себя в чем-то новом. Ребята, начиная с младших классов, смогут собирать роботов, создавать 3D-модели, заниматься промышленным дизайном и многим другим. Плюс готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах. Преподавать в кабинетах центра на самом современном оборудовании будут четыре школьных педагога и два из кванториума, открытого на Ренмаре. В «Точку роста» у нас поступили следующие комплекты оборудования. Это оборудование по физике, оборудование по биологии, химии, по нейрофизиологии. Очень надеемся, что данное оборудование поможет нам достигать больших успехов, поможет при проведении лабораторных работ, при подготовке к экзаменам. Ну и, конечно, в исследовательской деятельности оно очень поможет. На торжественном открытии «Точки роста» школьники продемонстрировали работу нейрофизиологического оборудования. Занятия в данном направлении пригодятся будущим медикам. При помощи данной лаборатории мы можем изучать активности мозга, состояние мозга, эмоции, контролировать сердечные сокращения, анализировать дыхание, движение грудной клетки и многое-многое другое. Но сегодня мы хотим продемонстрировать вам работу по электроэнцефалографии. Всего до 2025 года в Ненецком автономном округе планируется открыть 17 новых центров «Точка роста». Центры создаются в школах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Социальное развитие и дальнейшее сотрудничество стало темой рабочей встречи, которая состоялась накануне между членами регионального общественного движения Ассоциации ненецкого народа «Ясовей» и представителями администрации Ненецкого округа. Участие в ней принял глава региона Юрий Бездудный. В начале встречи Юрий Бездудный отметил, что в регионе ведется планомерная работа по сохранению ненецкого языка и самобытной культуры коренных народов Ненецкого округа. Так вышли в свет учебники и буквари на родном языке для учащихся начальной школы. В течение этого года мы действительно сделали такой серьезный шаг вперед. Хотелось бы отметить такие вещи, как издание учебников 1, 2, 3, 4 класс. Мы тем самым сохраняем язык. И если вы помните, мы на первой встрече говорили, что 7,5 ненцев в округе. И к большому сожалению, далеко не все, особенно дети, знают родной язык. Кроме того, губернатор отметил, что необходимо больше внимания уделять и финансовой поддержке представителей коренных народов. В первую очередь, это касается непосредственно оленеводов, ведущих традиционный кочевой образ жизни. Ненцы, кочующие в тундре, кто занимается традиционными видами хозяйствования, они нуждаются в особой поддержке. Мы живем с вами в домах, в теплых домах, когда люди переезжают за год по 30 раз и больше. Юрий Хатанзейский, президент Ассоциации ненецкого народа СВЭ, в свою очередь отметил, что региональное общественное движение конструктивно работает с администрацией региона не первый год. И поблагодарил губернатора за поддержку участников международной ярмарки-выставки «Сокровища с севера», вручив главе региона благодарственное письмо. Это был непростой, относительно даже нашей пандемии, которая посетила не только нашу страну, но и вообще в целом, во всем мире. Насколько мы все-таки перестроились, и работа на разных площадках, в том числе на международных, показала нашу коммуникабельность. И сейчас, конечно, очень много усилий прилагается, чтобы минимизировать это негативное явление на наше население. Но в целом, конечно, бы хотелось сегодня выразить вам огромную благодарность за ту работу, за то содействие, которое мы на себе ощущаем. В завершении встречи Юрий Хатензейский выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие и возможность участия представителей коренных малочисленных народов Неницкого автономного округа в мероприятиях всероссийского и международного уровней, на которых обсуждаются вопросы сохранения национальных языков, развития неницкой культуры, проблемы оленеводческой отрасли. И как стало известно, 15 сентября Юрий Хатензейский назначен заместителем губернатора Неницкого автономного округа в должности заместителя губернатора по делам Неницкого и других коренных малочисленных народов Севера. Он займется реализацией региональной национальной политики, вопросами поддержки КМНС, развития традиционных видов деятельности, сохранения языка и культуры. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Юрий Бездудный, сообщает пресс-служба администрации. Юрий Хатензейский родился в 1975 году в поселке Хангурей Неницкого автономного округа. В 1998 году окончил филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в Северодвинске по специальности преподаватель математики и информатики. В 2013 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России по специальности государственное и муниципальное управление. До 2007 года работал в сфере образования учителем математики в национальных поселках, а затем директором школы в Хангурее. С 2007 года продолжил трудовую деятельность в органах государственной власти НАО. В 2009 году был назначен начальником управления по делам коренных малочисленных народов с севера и традиционным видом деятельности. В 2013 году заместителем губернатора округа по делам Неницкого и других малочисленных народов с севера. В 2015 году работал в республике Коми заместителем министра национальной политики. Затем до 2018 года в Ассоциации коренных малочисленных народов с севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в статусе советника президента Ассоциации. До 2020 года занимал должность советника губернатора Неницкого автономного округа. Сегодня Юрий Хатанзейский занимает пост президента регионального общественного движения Ассоциация Неницкого народа СВИ. Лучший многофункциональный центр находится в Наринмаре. Такое решение приняла конкурсная комиссия. Торжественная церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса Минэкономразвития. Лучший многофункциональный центр России состоялась в Москве в рамках 4-го форума социальных инноваций регионов. В ходе конкурса были определены лучшие многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг России по итогам 2020 года. МФЦ НАО стал победителем в номинации «Лучший МФЦ» в категории МФЦ средних городов. Александра Жданова многофункциональный центр привела большая надобность. Подошел срок сменить водительское удостоверение. Через портал госуслуги сделать это и быстрее, и дешевле, что немаловажно. Вот только самостоятельно с сайтом разобраться не получилось. Но и это совсем не проблема. Я прихожу тут, и ни очереди, ничего, быстро все получается. Часто приходится обращаться? Ну, бывает. Надежда Барабуля тоже часто визитер к сотрудникам МФЦ, обращается по разным поводам и всегда быстро получает необходимую услугу. Очень часто приходится обращаться и по поводу Росреестра, и какие-то социальные выплаты. Можно также удобно записаться по предварительной записи, подойти в любое время. Заслуженную награду сотрудникам МФЦ вручил губернатор региона Юрий Бездудный. Многофункциональным центром Ненецкого округа, как и учреждениям по всей стране, в 2020 году пришлось работать в условиях пандемии. Несмотря на это, в округе была организована бесперебойная работа по предоставлению не только социально значимых, но и всего перечня государственных услуг. Еще 20 лет тому назад, чтобы получить любую услугу, людям приходилось сидеть в бесконечных очередях за непонятными справками от чиновников. Сегодня это современный многофункциональный центр, электронная очередь и время ожидания в очереди 6,5 минут. Я вас поздравляю и поздравляю весь большой коллектив. Спасибо вам большое за работу. Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» проводится с 2014 года Минэкономразвития в соответствии с распоряжением правительства России. В нем принимают участие более 60 субъектов Российской Федерации. Многофункциональный центр Ненецкого округа участвует в конкурсе уже шестой год подряд. Неоднократно он отмечался среди учреждений с наиболее высоким рейтингом. Наверное, все-таки наши специалисты уже порядка 8 лет с самого начала основания МФЦ в Ненецком округе работают, и никто не увольняется. У нас нет текучки кадров как таковой. Ребята все опытные, поэтому, наверное, по сомнению с другими регионами я имею в виду, поэтому, наверное, верил, да. Центры оцениваются по множеству критериев, в том числе и разнообразию предоставляемых услуг, отзывам заявителей, удобству графика работы и доступности, наличию и качеству дистанционных форм обслуживания граждан, дополнительным услугам и сервисам, уровню цифровизации и другим. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Селеканал «Север». В регионе с 11 сентября стартовал конкурс «Народный участковый-2021». Участники регионального этапа на протяжении месяца будут состязаться за звание лучшего. Один из участников конкурса – Владимир Колесниченко, старший участковый инспектор административного участка номер 19 в Канинском сельсовете. Наталья Дуркина продолжит тему. Владимир Колесниченко еще со школы мечтал помогать людям. Именно поэтому после ее окончания, не раздумывая, поступил в Новороссийский филиал Краснодарского университета по специальности «Правоохранительная деятельность». Окончил вуз в звании лейтенанта полиции. Свою карьеру начинал в городе Майкоп участковым полномоченным, а в 2015 году перевелся в столицу Заполярья. А именно должность участкового полномоченного полиции, почему мне нравится, потому что это непосредственно работа с населением на месте, то есть с людьми. К каждому человеку находишь какой-то определенный подход, стараясь себя помочь. В обязанности участкового полномоченного входит обширный перечень задач. Такие, как обход административного участка, проведение профилактических и доверительных бесед, составление протоколов и так далее. Однако теория в реальной жизни несколько отличается от практики. Практика есть практика, и касается, в частности, определенной работы. Ну, люди, мне повезло с моими наставниками, с кем меня учили по деятельности участковых, мне все мне повезло. И сразу влился в коллектив, и оказывается действие, и никаких замечаний не было. Заскание тоже в городе Майкопе. Все материалы выполнял срок, нарушений не было. Также, наверное, когда перевелся, тоже было очень приятно, что северный народ, они очень дружелюбные люди, меня там встретили, все рассказали, как работать, какие приоритеты есть, какие тенденции. Один из первых запоминающихся моментов в работе Владимира Колесниченко случился в Майкопе. Юный участковый возвращался с работы домой. По дороге увидел автомобиль, движущийся по кривой траектории. Владимир мгновенно среагировал и доложил на пост ДПС. А затем принял содействие в задержании водителя в состоянии алкогольного опьянения. Второй же случай произошел уже в Наринмаре на зимней переправе. Дороги на зимнике очень опасно. Владимир Колесниченко не первый раз принимает участие в конкурсе «Народный участковый». В прошлом году молодой человек выиграл в региональном этапе. В копилке у Владимира Колесниченко множество наград. Хотя, как признается участковый, главная награда – доверие жителей. «Самая хорошая награда – это когда человек тебе, если у тебя какая-то проблема, он к тебе не боится прийти, боится даже бывают сокровенные свои какие-то моменты рассказать, чтобы и им помогать, и этому человеку помогаешь. Поэтому самая главная награда – это когда люди к тебе хорошо относятся и им с тобой хорошо работают». Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов граждан, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового полномочного полиции и проголосовать за него на официальном сайте ОМВД России по Ненинскому округу. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.